Какова международно-политическая подоплека кризиса и какую роль в этом кризисе, который внешне кажется экономическим и региональным, играют такие структуры как НАТО и какова здесь политическая игра? Здесь ведется большая политическая игра по сути на мировой карте. И одной из таких точек воли и судьбы наряду с другими точками на Ближнем Востоке, это цепочка, которая уже загорелась, Сирия, Ирак и будет Иран и другие цепочки после Афганистана, Южный Кавказ. Была избрана точка, как на мой взгляд один из ответов США на Сирию, это дестабилизировать такую важную составляющую, которую предполагалось включить в российский и вразийский проект, как Украина. Основная цель – это посеять хаос, тот хаос, в котором выгодно провести свою борьбу за ресурсы. Ресурсы в глобальной игре в настоящее время связаны со спасением нефтедоллара США. Ситуация такова, что не случайно в сентябре и в декабре минувшего года премьер-министр Великобритании Кэмерон и шесть ведущих министров Великобритании заключили ряд стратегических принципиально важных договоров, по сути, одна из основных целей которой – это золотая увязка фунта стерлинга с юанем. То есть мы говорим о том, что кредитно-финансовая система и нефтедоллар находятся в кризисе. То есть, если я правильно понял, британское правительство играет вместе с Ротшильдами и Китаем? Совершенно верно. В противовес той политике, которая поддерживает в настоящее время группа Рокфеллеров и определенная часть США, ибо США не едины и мощное лобби очень недовольно не только внешней политикой президента США Барака Обама.